23 апреля председатель правительства Александр Мартынов встретится с жителями Каменки. Местом встречи станет актовый зал местной администрации. Приглашают всех желающих. Тем временем в Тирасполе решается судьба роддома. Центр матери и ребенка строили еще в 80-е годах. С тех пор здание не ремонтировали. В этом году объект вошел в программу к обложению. И здесь два варианта. Либо отремонтировать основное здание, либо завершить недострой начатой по линии евразийской интеграции. Обход был сделан с этой целью, чтобы посмотреть в каком состоянии здание, какие варианты возможны, какие отделения можно туда перенести и какова затратность этих проектов. Окончательный вариант Мездрав предложит на следующей неделе. Всего в списке на этот год 31 объект здравоохранения. На ремонт и строительство медучреждений выделят более 80 миллионов рублей. Необычная лекция для курсантов ТЮИ. Вместо стандартной пары тренинг. Тема «Насилие в семье». Проводит его центр «Резонанс». Весь материал в ходе однодневного тренинга, это носит интерактивный характер. То есть мы проигрываем эти ситуации, мы их обсуждаем, мы смотрим на ситуацию семейно-бытового насилия с разной стороны. И, конечно же, мы говорим о международных стандартах, которые существуют в этой области. По словам организаторов, проблема для Приднестровья актуальна. По статистике, каждая четвертая женщина в стране страдает от физического насилия. За последнее время центр провел серию учебно-ознакомительных мероприятий с сотрудниками милиции. Именно они по долгу службы чаще всего сталкиваются с бытовым насилием. Уже в эту субботу большая уборка. В Тирасполе пройдет масштабный субботник. Помощь пригодится в Ленинском парке на городской набережной и пляже у моста. Это будет сбор камней, уборка мусора береговой линии, планировка земли, посадка 50 шаровидных туй, побелка парапета, покраска опор уличного освещения, покраска смотрового мостика, санитарная уборка пляжа и сбор ТБО на береговой линии реки Днестр до парома. Работы хватит на всех. В списке добровольцев уже 350 человек. Необходимый инвентарь, лопаты, грабли, пакеты для мусора и перчатки предоставят. Если погода не подведет, генеральную уборку проведут и в парке Победа. В Григориополе прошел детский фестиваль казачьей культуры. В этом году на сцену вышли 40 творческих коллективов. Участники от всех казачьих округов, от Слободзеи до Каменки. Основная цель фестиваля сохранить культуру и традиции казаков. В программу вошли более 50 номеров. Мы подготовили военные папури. Оно состоит из шести песен. На военную тематику, естественно. Рассчитано на то, чтобы люди не забывали о том времени. И я считаю, что такие песни заставляют людей вспомнить. Участники выступали в разных номинациях. Вокал, кореография, художественное слово и театрализованное представление. А фейгри Гриопольского Дома культуры провели выставку детских рисунков.